А с этим просто в плане этого... Да нет, ничего такого просто нет. Да нет, в плане эксплуатации проще всего оказывается. Бунт мне тоже нравится, хороший. Оболочечка новая, хорошая, все круто. Буквально вчера вопрос в одном из чатиков возник. Я типа начинающий DS, какой мне лучше Linux осваивать? Когда знание Linux будет плюсом? Дебиан или Ubuntu. Ну да, такое. В общем, я сказал, что DS в основном сидят либо на винде, либо на Ubuntu, чтобы не заморачиваться, сильно не ковырять в детали. Но есть пара... Да ладно, отправляю людей сразу пользоваться арчем и все, и пусть. Потом Ubuntu все остальное. Да, зато потом, знаешь, все сказкой окажется. Типа переходишь на это и это, все хорошо. А вы, кстати, шелскрипты пишете в Linux? Ты что? Да, конечно. Шелскрипты пишете, спрашиваете? А, слушай, да, конечно. Ну, знаешь, оно обрастает. Я как бы не активно, но иногда, как сказать, появляются какие-то наборы команд, которые хочется упаковать в одну и все. Я вот, блин, только с гуглом. Я периодически это делаю, навсегда с гуглом. Я сам не могу. А, нет, слушай, я эти пишу. Я просто куча алиэсов пишу, закидываю и потом переиспользую. Я тоже так не запоминаю. Ну, все подряд. А какие-то алиэс с короткими в сау и, ну, зачем делают, они хранятся и им пользуюсь. Ну, кстати, в алиэсов можно bash функции дописывать. Допустим, для того, чтобы посмотреть permissions в папке, либо сгенерировать пароли из dev or random, какие-нибудь такие вещи. Ну, да, там много еще. Ладно, что, поехали тогда про бинарные сеточки. Собственно, продолжая рассказ про бинарные сетки, соответственно, эта статья прям относительно свежая, 20 года, и здесь нормальный автор, у него прям есть небольшой такой сайтик, и оказалось, что у товарища порядка там 5 или 4 статей по бинарным сеткам. И здесь, если статью смотреть, дальше листать, то вот эта фамилия, она периодически вылетает. При этом, ну, заголовки статей совершенно разные будут. То такие, то такие. Вроде в теме разобрался, много чего написал. Мне показалось посмотреть на эту статью интересно, потому что, как вроде человек много в этом времени потратил и должен был, ну, действительно придумать какие-то интересные вещи в итоге. Ну, вещи не особо крутые, не особо, там, технически сложные, но получается статья такая, большое количество маленьких трюков они собрали, и которые улучшают качество бинарных сеток в итоге. Соответственно, у бинарных сеток две проблемы, которые они здесь в основном выделяют. Это проблема то, что у сеток маленькие capacity, вот, и то, что у сеток маленькая репрезентативная способность. И вот это очень классно, что они это все разделили на две части. И что значит модель capacity? Модель capacity, это значит, что насколько там сетка у нас может что-то запомнить, то есть какое количество в итоге весов у нас у сетки есть. И репрезентативная способность сетки, это то, насколько репрезентативные фичи мы можем выучить. И вот эти две вещи, они немножко идут порознь. Почему они идут порознь? Потому что, сейчас я пытаюсь объяснить, как это происходит. Прошу прощения, они измеряют эту репрезентативность? Они не измеряют, но они, не, они не измеряют эту репрезентативность. Есть, кстати, еще одна статья, которую я хочу следующую разобрать. Она про излишнюю параметризацию, они так называются overparameterization в этих генеративных моделях. И там тоже, как бы, немножко про это будет. Но это в следующий раз уже. Соответственно, идея тут такая, что когда у нас есть вот эти бинарные сетки, у нас какой-то там xe, он будет равен чему? Он будет равен, в обычном случае, в обычном случае он будет равен, ну, допустим, вот так, на A. Где A это у нас выход с предыдущего слоя, с активацией. Или пусть он будет у нас там равен x-1. Вот. А в бинарных сетках оно получается вот таким образом устроено. У нас есть S, ну, это сайн. Он просто делает либо минус, либо плюс. Вот. Потом у нас есть, как бы, опять этот сайн. И, соответственно, идет в нашей мотивации либо с предыдущего слоя выход. И качество репрезентативной способности, оно, ну, умирает вот по вот этой причине. То есть, допустим, если у нас вот это просто линейный слой, ну, всеточка с одним линейным слоем, да? Здесь какой-то там x пришел в линейный слой, а здесь у нас, ну, просто, допустим, какая-то однословенная история. Вот. Из-за того, что, когда x сюда приходит, мы его бинаризируем, мы теряем очень много информации. Вот. И из-за того, что мы теряем очень много информации, у нас репрезентативная способность все-таки очень сильно уменьшается. Такая же история будет происходить, если у нас все-таки многослойная. Мы каждый раз делаем вот эту операцию сайн. Вот. И каждый раз теряем какую-то информацию. Потому что это будет повторяться от слоя к слою. Вот. И поэтому у нас эта штука очень сильно уменьшается. То есть, есть много статей, которые показывают, что если у нас просто бинарные веса все-таки, а активации мы не бинаризируем, то есть вот этот ход, он не бинарный, то модели работают очень хорошо. То есть, в принципе, модели с чисто бинарными весами и с небинарными аквелациями работают хорошо. Но модели с чисто бинарными весами нам не особо интересны. По той причине, что мы хотим вот эту операцию проводить в бинарном домене. Потому что она у нас считается очень хорошо и быстро, если есть бинарные и эти бинарные. Если у нас только эти бинарные, а эти не бинарные, то у нас единственный бонус, то что нам модельку хранить подносительно легко получается. На других у нас нет. Вот. Поэтому мы в тему то и то динализируем. Соответственно, да, авторы разбивают это на две подзадачи. Вот. И показывают, как можно улучшить и репрезентативность модели, ну, как бы, капастие. Вот. И, соответственно, репрезентативность. Собственно, они что предлагают сделать? Здесь, кстати, да, вот прям небольшой такой хороший вид обзор. Они попроверили. Тут, в принципе, все плюс-минус релевантное и свежее. Ну, и опять, как я и говорил, вот этот автор, он прям сам в куче работ фигурирует. Потому что они действительно куча работ написали по вот этим бинарным сеткам. Вот. Ну, в общем, вот этот товарищ, кажется, прошел через кучу всяких... перепробовал кучу всяких историй, чтобы подойти вот к этой статье. И в итоге у них получилось сделать что-то, что, в принципе, лучше работает, чем все предыдущие варианты. То есть, они чисто бинарными сетками сейчас... Ну, по крайней мере, клейм у них такое, что достигают качества 71% на имиджнитель. Вот. Собственно, как они это делают? Чтобы улучшить... Да, это полностью бинарная сетка. Ну, в смысле, и активация тоже бинарная. Да, и активация тоже бинарная. Единственное, что они бинарные, обычно первый вход сетки делают не бинарным. То есть, первый слой, он остается FP32. Вот. Потому что у нас, типа, если первый слой, он FP32 будет. Вот. Потом мы его прогоняем через какую-то сверточку. Ну, через какую-то сверточку, допустим. Вот. И, соответственно, сверточка нам... Блин, что-то все сломалось. Вот. Через какую-то сверточку прогоняем. И, соответственно, сверточкой нам будет... Есть, допустим, три канала. И здесь уже будет, не знаю, 32 канала. Вот. И вот эти 32 канала уже можно бинаризировать через этот G-Sign. Без какой-то особой сильно потери в качестве. Ну, прям информации. А если мы изначально вот эти вот три канала бинаризируем, то мы сильно информации много потеряем. Поэтому делать вот такой... Ну, такой вот подход происходит. Соответственно, пам-пам-пам. Да. То есть нам нужно сделать какое-то отображение нашего входного сигнала, чтобы после бинаризации мы не потеряли сильно много информации. Ну, и считать, что просто одну сверточку с каким-то разумным количеством каналов на первом заслоре для этого хватает. Вот. Да, все остальное... Ну, прощение, дайте тебе куда-то встать, Егор. А я правильно понимаю, что мы обучаем обычную сетку, а потом бинаризируем? Мы не обучаем бинарную сетку. Мы не обучаем бинарную сетку. Мы обучаем бинарную сетку изначально. Вот. Но все равно мы обучаем бинарную сетку. И там возникает много проблем. В том плане, что операция сайна, она не... Как бы, как сказать-то... Не дифференцируемая. Но она дифференцируемая. Просто производная по сайну. Это будет один на икс. Вот. И она как бы не особо ничего не делает. И по факту... Ну, есть несколько подходов. Там есть прям ряд статей, которые больше смотрят в ту сторону, как нам правильно оптимизировать или как правильно найти веса для бинарных сеток. То есть вот эта статья, она больше про какие нам архитектурные моменты улучшить, чтобы сетки работали лучше. Вот. И... Да. Есть серия статей, говорящая про то, как там на это лучше все оптимизировать в итоге. Вот. Да, да. Не за что. Просто две разные вещи. Да. А что я хотел сказать? Я хотел сказать, что само собой архитектурные подходы, ну, пока, по крайней мере, показывают, они дают больший boost в качестве. Почему они дают больший boost в качестве? Потому что даже если у нас плохой оптимизатор, но мы увеличим как-то capacity нашей сетки, то это будет лучше. Потому что если у нас capacity так маленькая, а оптимизатор хороший, то у нас в процентах прирост будет очень низкий. Вот. Поэтому основная часть работы тоже сфокусирована на архитектурных изменениях, нежели на оптимизации. Потому что оптимизация в процентах дает маленький прирост. Вот. Вот. Пам-пам-пам. Пам-пам-пам. Да. Соответственно, что они в итоге прилагают? Ну да. Вот, собственно, это вот процедура, которая здесь происходит. То есть, они говорят, мы сделаем вот такой бэконов слой. Сейчас я расскажу, чем из себя представляет. На самом деле, относительно простая штука. Вот. Под капотом, да. Под капотом все абсолютно то, что я вам сейчас сказал. Просто мы бинаризируем вход. Бинаризируем веса. И это умножаем на какой-то коэффициент альфа. Интуиция с умножением на коэффициент альфа. Мне, если честно, до сих пор непонятно. Некоторые говорят, что это нужно для следующего умножения на веса альфа. Есть вот такая вот. Сейчас да вот так. Напишу. Ну, то есть, объясняет это таким образом, но у меня есть вопрос, как бы к этой истории. Почему у нас на альфа умножается? Здесь получается альфа. Есть, соответственно, сайн. Здесь в. Здесь наша получается. Вот. И мы хотим вот эту штуку минимизировать. Вот. Проблема в чем? Проблема в том, что если мы вот это бинаризируем, то у нас распределение будет совсем разное. То есть, нежели распределение в вещественных весах. То есть, в вещественных весах у нас распределение может быть, типа, ну, вполне себе нормальное. А после бинаризации мы какое-нибудь вообще вот такое получим. Вот. Вот. Поэтому говорят, давайте мы домножим на какой-то коэффициент альфа, чтобы у нас хотя бы по площади, ну, под этой кривой, площади под этой кривой были похожи. Вот. В общем, это объясняет таким образом вот эти альфа. А мне этот момент непонятен. Почему? Потому что выход из этого слоя мы потом все равно генеризируем и все равно эффект от этой операции пропадает. Но вроде как эмпирически показывает, что это работает. Вот. Ну, пусть работает. То есть, окей. Соответственно, да, вот опять-таки два момента, которые выше. То есть, у нас есть преобразование данных, то есть преобразование выходов активации и то, что они называют репрезентативным представлением. Соответственно, у нас есть как бы фильтрация данных. процесс вот. То есть, да, это трансформация данных. Это, опять-таки, то, что мы прогоняем нашу входную картинку через какие-то веса. Делаем с картинкой матричное умножение. И у нас сначала на входе была картинка А, потом получилась картинка Б, и она меняется. Сам процесс генеризации, уже картинки после матричного умножения, на него очень можно посмотреть, как на процесс фильтрации. Типа, мы выфильтровываем только то, что нам нужно, и то, что не нужно, как бы, ну, отсекаем. И это вот, своего рода получается такой вот процесс, да, фильтрация за счет операции сайна. Соответственно, что, собственно, они придумали в итоге, как эту историю улучшить. Задача какая? Задача такая, что мы действительно можем улучшить качество работы на сетке, если мы докинем большое количество весов туда. И действительно, это все будет большое количество весов и увеличим количество фильтров. И тогда даже бинарные сетки будут хорошо работать, и будут работать хорошо, там, и с качеством вот этим 71%. Просто это все зависит от того, сколько мы туда весов накидаем. Но дело в том, что мы не хотим накидывать очень много весов, потому что изначальная цель у нас какая-то. маленькие, компактные модели, которые очень быстро считаются. Поэтому, ну, на финальном это делать, накидывать сток весов. Но это какой-то другой. А в итоге сколько получается? По разгонам? Ну, если сравнить, ну да, то есть с какой там компрессией получается. Слушай, я сейчас тебе не скажу, надо посмотреть. Есть просто вот в других статьях, они это указывают, а здесь они не указывают. Значит, это вопрос, а тот же самый 71% с плавающей точкой, сколько нужно весов. Просто мне интересно, мне кажется, что можно, ну, если взять примерно такое же количество весов по памяти, использовать бинарные операции, то возможно получится результат такой же. например, в трансформерах есть такая штука, если взять флопсов достаточно, то и без self-attention там, работы. А, ну тебе, подожди, ты имеешь в виду просто взять дофига линейных слоев или как? Ну, дофига каких-то операций набрать достаточно. Неважно, какие линейные слои, это бинарные слои. Ну, вот, если набрать миллиарды, там, миллиардов. Ну, я знаю, я натыкался на одну статью, именно про трансформеры, где ребята взяли, про визуальные трансформеры, там свин модифицировали, они убрали просто self-attention и заменили на оператор сдвига. Там просто часть каналов сдвигалась на пиксель влево, часть каналов на пиксель вправо, вниз и вверх, а часть каналов осталась такими же. Но они доводили количество флопсов до такого же, что и в оригинальном свинье, и получалось такое же качество. Вот. И что я ещё хотел сказать? Как, кстати, найти, если что? Да, давайте разберём. Да, давайте разберём. Я хочу просто посмотреть хотя бы. Может быть, если разобрать, то сам обшар. Введи shift-оператор свинь. Свинь через W. Как свинь, только через N на конце. Но я найду её. Я так и знал, что все эти трансформеры были. Слушай, вот это ты правильно очень тему поднял. Я с тобой абсолютно согласен. Потому что я читаю вот эти все статьи, и у меня вот, да, постоянно такой вопрос возникает. То есть, да, я считаю согласен, если мы возьмём вот эти бинарные, ну, количество флопов. То есть, вопрос первый, ты правильно сказал, если мы перейдём во флопс, будет ли это тем же самым? Я согласен. И второй вопрос, который ты сказал про трансформеры, тоже меня сильно интересует. Потому что действительно, кажется, у нас сейчас дофига сеток со с лишними весами. И они просто работают, потому что там куча излишних весов. И мы понять не имеем, к чему это работает. Ну, это такая достаточно активно развивающаяся сфера именно анализа трансформеров. Ну, и там консенсус сейчас такой, что, как бы, ну, большая часть self-attention блоков в трансформерах кажется, что они не нужны. Но, с другой стороны, если их убираешь, то почему-то не работает. Мне понравилась статья была, ребята делали фиксированные attention. То есть, они сказали, да, мы руками, короче, захардкодили attention какие-то. Вот. И взяли набор захардкоженных attention и взяли всего один обучаемый attention. И у них получился набор из семи attention, шесть захардкоженных, один обучаемый. И эта штука работала точно так же, как если обучать все семь. Вот. Да, была еще публикация под названием Fnet в двадцатом или двадцатом году. Где чуваки вместо, значит, self-attention-блока... Фурье туда, кажется. Да, просто быстро фурье, корзование и все, да. То есть, сразу Nlog-N асимптотика вместо N2 получилось. И там, ну, небольшая просадка по качеству. Да, да, да. Абрать и нормально. Это вопрос о том, как все-таки терапии нужны нам, а какие нет. Это, не знаю, рах. Ха-ха-ха. Хорош. Если работает, значит... Если железо тянет и работает, то, значит, нормально. Да, 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 да. Значит, надо подстраиваться под... По железу. Ну да, любой дурак ты на GPU можешь запустить, а ты попробуй на CPU запустить. Смотри, я нашел ответ на твой вопрос. Ну, не нашел, я вспомнил эту историю. Они за основную модель брали VizNet. И количество операций они оставляли практически таким же, как в VizNet. Единственное, что они меняли там порядок блоков и в некоторых местах, ну, незначительно увеличивали число каналов. То есть они... Да, сейчас найду эту табличку, где они... Ну, получается, количество операций... Такой же... Нет, все равно меньше. То есть вот они... Меньше? Да, сейчас найду где... Вот еще один вопрос. Как бы FLOP — это операции над числами сплавочек. Да. В библинарных сетях они хранят эти данные. И, по идее, это вообще как бы... В бит можно... Один в 32 в случае библинарной сети можно в один бит просто смапить. То есть... Так и делается. Так и делается. То есть, получается, там вся идея в том, что, действительно, мы это можем повернуть. И у нас, скорее, они будут в 32 раза за счет этого. Ну, и по памяти, и по вычислению. А, ну, а как там? Ну, просто... Как это делается-то аппаратно? Потому что... А, смотри... Угравлено, понятно. Все, где это нужно. Ну, и как бы... Что там? В 64... Что там? У нас минимальный... Как это вообще? Ну, то есть... Я понял. Смотри. Это можно все реализовать сейчас, в данный момент. Это все. Некоторые люди реализуют ручками. Просто ради экспериментов. И это делается за счет двух операций XNOR и BitCount. И с помощью операций XNOR и BitCount мы можем реализовать dot product и всякие матричные умножения достаточно эффективно. Что XNOR? 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 XNOR, да, извините. Это исключающаяся XNOR. А, да, да. XNOR. Я понял. Я понял. Я понял. XNOR, я понял, что это какая-то новая операция. XNOR и есть. То есть, это да, это логическая операция. А, XNOR. А, ну да. Это просто, по сути... Сейчас, если использовать терминологию Залоги, то мы как бы из RN приходим в Z2N. Вот. Ну, наверное, так. Я не понял. Наверное. И Z2, это, короче... Отможество Z2, это, короче, множество из нуля и единиц. И там, ну, короче, 0 плюс 0, 0 плюс 1, 1 плюс 0 равно 1, а 1 плюс 1 равно 0. Короче, вот как раз XOR. А операция сложения, это то же самое, что XOR. Да, 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 да. Вот они вроде и приходят. То есть, ну, проблема с бинарными сейчас сетками и с кучей с сетками с монтилизациями. То есть, действительно, нет нормальной поддержки в виде железа и в виде софта. И я находил на просторах интернета аж один целый стартап, который вырос из этого. Они говорят, мы придумали, как эффективно программировать FPGA для бинарных сеток. Вот. И давайте мы ваши там сетки для какой-нибудь image detection бинаризуем, засунем в наш чип FPGA и будет работать у вас вообще где угодно в какой-нибудь маленькой розетке. Ну, прикольно. Просто мне кажется, что тут все-таки INT8 какой-то используется, потому что, ну, свести к одному биту, ну, это, мне кажется, нереально на железе текущем. Да, да, да. Там же есть. А мы в прошлый раз смотрели, разве там не FPGA пользуется? А где? 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 Ага. Ты откручешь наверх к альфе или вниз, не знаю, потерялся? Да, да, да. А, подождите. Альфа – это вещественный вектор. Да, 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 это вещественный вектор, это другой бардак, который вот в штуках присутствует. Сейчас я на YouTube. То есть, по сути, это у нас, то есть, как это, то есть, мы получаем после бинаризации какие-то целые вещественные, а потом умножаем на альфа, которые вещественные. Да, 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 смотри, тут такой момент еще, эти ребята все хитрые, они говорят, вот эти вот операции, типа, операции, ну, то есть, по сути, вот здесь у нас находятся операции свертки. Вот, вот, вот здесь. Вот. И они говорят, операции свертки в сетках занимают больше всего, ну, в сверточных сетках занимают больше всего. Поэтому давайте сделаем операции свертки бинарными. Это сильно у нас ускорит вычисление. Все, что находится за операциями сверток, ну, и линейных слоев, мы оставим в fp32. И здесь действительно возникает проблема теперь, как это опять реализовывать на железе, потому что у нас части операции таких, части операции таких. Ну, это вообще проблема вот этого направления, то, что research, вот этот, который пытается подобрать правильные архитектуры и дизайны, ну, и то, как это обучать. И те, кто занимается железом, они идут в разные стороны, как-то и параллельно, не знаю. То есть... А в итоге-то они как делают? Кастят обратно, что ли? То есть, кастят винты, потом проводят бинарную конволюцию и кастят обратно в fp32? Ага, ага. Да-да-да, сейчас... И быстрее сегодня получается, чем... Смотри, сейчас быстрее не получается. Вот, если мы сейчас возьмем бинарные сетки... Сейчас бинарные сетки нисколько не быстрее, потому что у нас нет нормальной поддержки со стороны стартапа и железа. Вот, сейчас это чисто такая теоретическая история с маханиями руками, что, ребята, если бы у нас было железо, которое это поддерживает, если бы был бы софт, то это было бы. Ну и опять-таки, я говорю, вот этот стартап, они вроде бы придумали и какой-то софт свой написали, и какое-то железо, ну, как-то запрогали чипы, и у них это работает. Окей, окей. Я понял, что это теоретическая работа в части. Ну да, причем, знаешь, она теоретическая такая, просто опять инженерные какие-то подходы в этом плане. То есть, это какая-то, короче, пруфа в концепт какой-то получается. Давайте мы теперь проверим концепт, что если оно, типа, работает в режиме симуляции, то, возможно, кто-нибудь потом займется уже железом, чипами и всем остальным. А кто заказал? Может быть, заказали там какие-нибудь там, кто такие чипы делают? Слушай, ну, допустим, вот этот товарищ, да, Булат сам, который работает, это все Samsung AI. Ну, а ты говоришь, может быть, конечно, они это будут делать, если кто-то там что-то может работать, они просто возьмут ее и сделают чипы. А чипы, Samsung, кстати, один из немногих, кто реально могут делать любые чипы вообще. Слушай, и Samsung, и Huawei вот этим ребятам это действительно интересно, потому что, действительно, если это работает, ну, и те, и другие, да, чипы сделают. Ну, это, кстати, хорошие, хорошие новости. Ну, кстати, про альфа, если возвращаться, мне кажется, что альфа можно на рассматр, ну, как, я не знаю, как небольшую, как, не знаю, добавление нелинейности, потому что у нас получаются какие-то единицы минус единицы после минарных операций. Ну, по-полностью при этом. Чего? Ну, по-полностью при этом поменяться за счет альфа. Ну, там у себя, как бы, в альфе могут разные числа быть, да, положительные и отрицательные, у тебя просто часть единички нет, минус единичка, а единички, а некоторые единички минус единички, то есть такая трансформа нелинейности добавляется в модели. Слушай, а как тогда, откуда берла она, что, выучиваясь? А, выучиваясь, да. Ну, смотри, там разные подходы есть. Некоторые выучивают альфу, некоторые просто берут норму по ПВ. Ну, короче, так и так работает. А если норму ПВ, то, скорее всего, знак сильно меняться не будет. Ну, с нормой ПВ, да. Я, знаешь, я больше смотрю на эту штуку, почему она работает. Мне кажется, тут надо с точки зрения градиентов посмотреть, потому что вот в этой части градиенты будут совсем маленькие. А если мы на альфу докинем, то мы как-то как бы сигнал усиливаем. То есть, может, это что-то помогает нашим гривентам нормально обновляться. То есть, пока у меня такая-то идея. Самое неприятное, конечно, что 132. Ну, вот, да. Ну, надо опять какие-то облаченные стадии поделать, поудалять эту штуку, посмотреть, работать с ней или работать без нее. Ладно, в общем, да. Я перейду, собственно, к идее, как это ребята сделали. То есть, понятно, у нас есть какая-то отсека. Понятно, что они хотят, чтобы эта штука была похожа на ResNet. Не помню, как такое, но какой-то ResNet. Вот. И вычислительно, чтобы была не сильно затратная. Соответственно, они что предложили? У них есть какая-то gate-функция. Ну, просто функция, которая выбирает какой-то блок. Они говорят, давайте мы обучим несколько сверток одновременно. То есть, у нас будет свертка один, два и три. Вот. И на каждом форварде мы будем выбирать только одну из этих сверток. То есть, по факту, если мы храним веса, мы храним веса, как бы там, не знаю, от трех и четырех моделей сразу. Но на форварде у нас все равно происходит инфиренс от моделей, которые по количеству параметров похожи на ResNet. Хоть это и бинарный. И, соответственно, задача вот этой функции — выбрать правильную свертку с правильными весами. Ну и, соответственно, потом начинается станция с бубнами как-то все дело правильно обучить. Вот. Вот это как бы их основная идея. Вот эта штука в итоге они делают таким образом, что вот эта вот гейтинг функция, она у них зависит от входного сигнала. То есть, вот они говорят, у нас там есть какой-то набор сверток. Вот. И давайте мы из этого набора сверток будем на форварде выбирать то, что нам нужно. Соответственно, вот эта их такая, ну, операция вот эта сверточная, да. Они вот здесь выбирают через вот эту функцию какую-то, ну, нужную свертку. Ну и, соответственно, нажать это потом на веса. Нужную свертку они говорят, мы будем выбирать в зависимости от нашего сигнала. Ну, в зависимости от картинки и так далее. Ну, в принципе, звучит вполне логично. То есть, у нас пришла одна картинка, мы выучили такую свертку, пришла такая картинка, мы взяли такую свертку. То есть, по факту у нас как бы много подсетей в нашей сети получается. И мы в каждый момент времени выбираем ту подсерь, которая с данной картинкой работает лучше всего. Вот. И эта штука... Ага. Более логично было бы, чтобы, скажем... Вот смотри, если у нас несколько сверток параллельно по одной ячейке памяти, вот как ты говоришь, там... Ну и вот эта гейтинг функшн, она... Функшн... Она просто выбирает нужную свертку. Фактически мы можем это для одной сетки реализовать. То есть, как бы... Ну вот, количество фильтров, это, собственно, количество сверток получается у нас. На выходе что-то дают. И вот они сидят в одной ячейке эти все, ну, по крайней мере, все веса. Гейтинг функшн просто выбирают. И нам не надо несколько сеток туда вкладывать. Просто одна сетка, она как бы рекурсивно сама на себя, ну, в смысле, может обращаться. Ну, по факту, наверное, так и получается. Просто я не знаю, как. Ну, есть, по факту, да. У нас в памяти, вот они показывают, сидят все три функции. Мы вот эти две занулили, вот этот коэффициентом один выбрали и все. Вот это у нас получается сетка в памяти, которая состоит, ну, по размеру, там, в три-четыре раза больше. Ну, судя по картинке, тут в три раза больше. Вот. Но во время инференса каждый раз выбирается только, ну, по размеру одна. Вот. Ну, тут забавно то, что, опять-таки, некоторые функции работают по-разному, получается, что ли. То есть у нас на каждый, ну, то, что мне интересно, то, что на каждый пример у нас, скорее всего, работает разный набор вот этих функций. То есть у нас получается, допустим, вот такой блок, вот такой блок. Вот. То есть мне что интересно, типа для одной картинки мы вот так пойдем, а для другой картинки мы можем вот так пойти. Вот. В итоге. Слушай, ну, чтобы для одной так, для другой так, для третьей так, тогда у нас какая-то обучаемая вот эта гейтинг функция должна быть. Да, так и есть. Которые в зависимости от предыдущих слоев как-то уже перенаправляются. Да, 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 так и есть. Смотри, вот эта гейтинг функция. Смотри, вот эта гейтинг функция, она зависит от икса, ну, да, ладно, по правде сказать, от икса на предыдущем слое получается. Кстати, вот это непонятно, на предыдущем слое или на входе. Вот это, кстати, интересный момент, может и на предыдущем, может и на входе. Мне почему-то, когда я читал, показалось, что на предыдущем слое. Вот. Тогда, типа, вот эта история работает. То есть даже пусть она на входе, даже пусть эта гейтинг функция на входе, у нас вот эта функция фи, она на каждом слое все равно есть. И все равно получается, так она на каждом слое, то если даже x не на предыдущего слоя, то здесь она одно выбрала, здесь другое, здесь третье. Потому что они-то так обучились. Ну, по сути, гейтинг функшн становится совестом, она же не афицированная для всех. В сути, гейтинг функшн они оставили во флотах опять-таки, отступая от парадигмы. Но говорят, что хорошо, мы оставим во флотах, но мы ее сделаем просто линейным слоем, просто один линейный слой. Вот эта штука, это один линейный слой, нормализованный на канал, то есть он поканальный какой-то линейный слой. Вот, и пам-пам-пам. Да, они говорят, что за счет вот этой штуки у них появляется нелинейность, то есть они никаких дополнительных линейностей не дают. И где-то там у них что-то типа MaxPooling или еще что-то было, насколько я понял. Вот. То есть по факту, да, по факту у нас что происходит? У нас сюда прилетает какой-то X в линейный слой, и этот линейный слой выплевывает рекорд длиной 3, 4 или 5, сколько у нас этих блоков параллельных идет. И мы один из этих блоков забираем. То есть вот все-все столько просто. И работает. Не знаю, как будто бы какая-то латентное пространство добавляют туда просто вот в эту линейность. 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 Да-не, а почему АГЭ вот это не пространство берется? Не в том плане, который у нас, а в таймкодерах. Ну, очень похожее. Я не знаю, как это объяснить, но чувствуется, как будто что-то, ну вот, какое-то скрытое состояние добавляют вот эти линейные слои. При помощи вот этих вот бинарных блоков. Ты вне, подожди. Наверное, имеешь в виду здесь, господи, всякие смеси распределений. И там есть латентная переменная, которая показывает, из какого из распределений, из смеси, там, инноциировали кто-нибудь. Ну, не input, куда-то X. Да-да-да, вот что-то. А, ну, в этом, да. Да, так-так. Типа, это вот этот кластер, это этот кластер. Если из этого кластера, то бери сюда. Если из другого кластера, то бери сюда. Ну да, по сути, ну да, можно на это и так смотреть, да. То есть некая модель, которая, по сути, нам вначале выдает, предсказывает именно о значении латентной переменной. И сообразом этому предсказанию мы там большое что-то делаем. Ну да, согласен. Ну, собственно, они этот график нарисовали, но они нарисовали, что модель типа с четырьмя экспертами, у них нормальное это СНЕ отображает. Ну, на самом деле, ничего не объясняет эта тема. Ну, в общем, да, это так. Я не прав, да. Я не прав, да. В случае, я не прав, это номер эксперта получается. А, нет, все-таки у них получается, что каждый эксперт научится определять свою... Да, наверное, разумные картинки, извиняюсь, беру свои слова назад. Каждый эксперт, получается, отвечает за какой-то свой кластер, ну, за свой тип данных в итоге. Так, ну ты, подожди, это что, тисни эмбэддингов, да, то есть у нас там каких-то экспертов и каждый какое-то свое распределить, что каждый, и каждая модель, оно что, какие-то эмбэддинги, да? Сейчас, давай, выручку прочитаем. Значит, не обратил внимание. А, смотри, то есть это предпоследний слой, да, получается, вот что это. Это предпоследний слой, ну, перед линейным слоем, и, соответственно, выход с одного из четырех вот этих экспертов на предпоследнем слое. Ну, то есть, получается, вот у нас четыре этих свертки стоит, и мы, ну, да, четыре свертки. И получается, что каждая из этих четырех сверток на предпоследнем слое, она как бы отвечает за что-то свое. То есть это не какой-нибудь, ну, такой или такой, просто последний слой. Ну, насколько я понял, прочитав, в пересканенной картинке, то есть получается так, что там отдельные эти эксперты обучают, ну, как бы, обучают предсказывать, лучше, чем обучают предсказывать определенные классы. Ну, да, 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 да. Обязательно с тем, что с собой. Ну, конечно, какой-то набор сверток отличает для определенного класса, вот так они их поинтересно, ну, в смысле, обучаются, не знаю, по правде, если я ошибаюсь. Да, все правильно, все правильно. Вот может для трансформеров такую же шляпу сделать, чтобы не вся тончина забирать, чтобы такая гейтинг выбирала, то такой-то такой тончина будет инференсом стоять. Не знаю, какой-то набор под весов нужно собирать. Кстати, у меня тоже был вопрос, они вот это только на свертках делали? Слушай, мне это дико не нравится, потому что большая часть работ по гейтингам чисто на свертках. И там миллион трюков и не каков возникает, как-то все завести на свертках. И про остальные типы моделей себя как-то подзабили. И, ну, переносить это на другие типы модели очень непонятно, как, допустим, на те же трансформеры или на какие-нибудь ронанки вообще. Вот как перенести на ронанки вообще без понятия. В принципе, тоже еще не мертвый класс моделей, который как-то работает. Зачем ронанки, когда есть трансформеры? Ну, слушай, не знаю. Они работают на классе задач и вполне себе плохо. У них есть интересные свойства, поэтому почему нет? Можете задать обратный вопрос. Зачем у трансформеров есть РНН? Попробуй обучи трансформеров и попробуй обучи РНН. А лучше свертки. В чем сложность для трансформеров? Ну, в трансформерах там только, как бы, домножение. Матричное умножение. Это софтмакс, плюс стрелу. Точнее, делу и все. Это все операции, которые есть в трансформерах. Ну, да. На самом-то деле. Ну, софтмакс с бинарным аутпутом тоже нечем. Вот здесь интересный подход они делают. Вот эта функция у них. Соответственно, она как работает? То есть она просто берет аргмаксом, вытягивает. Но они здесь делают такой хитрый шаг. И этот хитрый шаг, он идет корнями как бы в процесс бинаризации. То есть в процесс оптимизации бинарной сетки. Это вот эта штука. То есть у нас форвард вот так считается, а апдейт и софт для бэкфорда мы вот так делаем. И, в принципе, когда... А фи — это что? Гейтфанкшн, да? Да, да, да. Это гейтфанкшн. А вот это у нас штука, что-то такое. А, ну это просто вот, а не софтмакс. Это другая функция получается. То есть это для аппроксимации, да. Для аппроксимации градиентов мы взяли другую функцию. Я просто что-то запутался в обозначениях, действительно. Другое же обозначение будет, если функция другая. Хотя вот я смотрю, фи — это, значит, функция из какого-то rc в rn. У нас с флоутами, да, она работает? Подожди, у нас output — это всё равно во флоутах, да? Нет, нет, смотри, у нас output вот этой функции во флоутах. Ну и input тоже. Ну и input тоже, да. Ну и input тоже, да. Ну, мы считаем, что это, ну то есть мы считаем, а авторы считают, что эта штука легко считается, потому что это один линейный слой. Поэтому, ну, общее докидывание будет маленькое. Маленькое, но как в общее. То есть, типа, здесь не будет сильно много операций, и это не сильно страшно, поэтому передавайте ассоциально так. А, понял, понял. То есть, пойнт в том, что, типа, основной выигрыш мы получаем за свёртки бинарными свёртками, а на остальное, в принципе… Да, да, да. Экономия на спичках, можно чуть-чуть убежать, типа. Да, 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 да. Так, есть. Да, и, соответственно, получается, они здесь на форварде берут армад, а на бэкварде просто заменяются с отмазом. Вот. И… ну, и… Вот такой подход. То есть, мы веса по факту обновляем, если бы, как бы, у нас softmax был, но обучаем эту штуку, если у нас выбирает max. И оно как-то сходится. Оно как-то работает. В принципе, когда мы бинарные сетки обучаем, у нас ситуация, получается, какая-то непохожая, потому что мы на форварде тоже используем sign какой-нибудь. На форварде мы по обучению бинарных сеток используем sign, а на бэкварде часто какой-нибудь гиперболический тангенс. Вот это тоже работает. Ну, в принципе, так они некоторые бинарные сетки обучают. Пам-пам-пам. 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 Да. Соответственно, вот если они смотрят качество при увеличении количества экспертов, типа 4,8 экспертов, соответственно, при 8 экспертов у нас модель будет, ну, по количеству весов 8 раз больше. Но на форварде все равно будет как будто один, потому что мы одного выбираем. Потом у них есть Ablation Study, они вот здесь смотрят параметры температуры. Говорят, типа, если мы здесь будем менять температуру, то, соответственно, у нас распределение сеток максимум будет больше прижиматься к единичке. Типа будет больше похоже на эту историю, улучшает или не улучшает. Да, и вот у них процедура обучения недостаточно показалась муторной, чтобы это все обучить. Ну, типа, окей. Они сначала обучают модельку с одним экспертом, и причем модельку с одним экспертом и с вещественными весами и бинарными активациями. Это просто, чтобы стабилизировать процесс обучения. Потом, соответственно, они этого эксперта копируют один раз. Потом, соответственно, опять обучают с вещественными весами и бинарными активациями уже сцены-экспертами. И потом, соответственно, в четвертом шаге используют уже бинарные и бинарные активации. И это все, чтобы эта вся история сошлась и заработала. Распроизводить эту штуку, мне кажется, как крайне неприятно, если там еще не так аккуратно написано. Ну, вот, такие танцы с Буддун. Да. Да. Не так пишешь? Не так пишешь? Просто обучить бинарную сетку? Ну, вот, да. Типа мы сначала и так, и так, и так. Потом очень неприятная история. Там какой-нибудь гиперпараметр поменяли, и все полетело. И понятно почему. Вот, соответственно, это было про то, как они борются с проблемой номер один, с проблемой капасити бинарной сетки. Честно говоря, эти проблемы у нас были. Да, это вот про проблему номера было. И теперь они переходят к проблеме номер B, как нам повысить экспрессивность нашей модели. То есть у нас она теперь может вылучивать разные данные. Давайте еще сделаем так, что у нас фичи были экскрессивные, потому что мы их бинаризируем. Здесь все намного проще. Они говорят, давайте мы будем просто использовать больше групповых инвалидов, ну, больше групповых серток. Вот. И типа это помогает выучить более разнообразные фичи в итоге. Если мы больше, ну, больше групп используем. И при этом они говорят, что очень классно то, что мы используем больше групп, и мы количество параметров как бы не меняем. Единственный рост в количестве параметров при использовании большего числа групп у нас появляется, когда мы... То есть они говорят, потом нам нужно эти групп как-то объединить вместе, чтобы они между собой взаимодействовали. Ну, то есть информацию как-то в этих группах перемешать эти разные фичи. Соответственно, мы для этого, говорят, используем один на один свертку. Вот. А тогда, получается, мы используем много вот таких один на один сверток, потому что у нас количество групп большое. Ну, и это на каждом слое. И нужно вот эти один на один свертку тоже как-то нам уменьшить. Мы тоже не хотим вот этого, ну, чтобы эта штука сильно увеличилась. И они предлагают следующий подход. Где-то у них один как-то, наверное, была. Я вот не помню. Сейчас посмотрим, может, в аппендиксе. Да. Вот в аппендиксе. Что я предлагаю сделать? Вот это у них получается групповая свертка. Вот здесь будет. И они операцию один на один делают вот так вот по-хитрому. То есть, они сначала уменьшают количество каналов, делают операцию, ну, то есть, перенесли эту операцию свертку один на один. И у нас каналов меньше. Потом, соответственно, количество каналов, ну, увеличивают и так далее. То есть, они вот так от этой проблемы решили уйти. Ну, чтобы не увеличить количество параметров. То есть, это какой-то bottleneck они добавляют сюда, в середину, или что это такое? Ну, вот, да. Они, типа, такой bottleneck добавили. Потом один на один в серединке этого bottleneck. И потом... Потом, да. Соответственно. Так. А к чему это, в итоге, привело? То есть, они вот вместо одной инвалюции один на один разбили на две и еще засунули ленинус между ними. Это капельсисами? Это... Почему? Ну, смотри, да, получается, что... у нас здесь... этих меньше ценок. То есть, ну, на четыре раза. И... У нас просто блок один на один меньше сам по себе. Али, моя. Что ты делаешь? А... То есть, мы за счет этого улучшаем размер... Размер... Размер блока один на один. В четыре раза. И количество вычислений экономил опять. Здесь много... Добрый день. Добрый день, Алексей. Да. Да. У меня непосредственно очень... Леша. Леша с нами. Не покидает нас. Да, извините. Да, не, ничего страшного. Так, ну, ладно. Это любопытный трюк. То есть, в принципе, можно было... Если задача стоит, то меньшее количество... Ну, меньшее количество параметров. Да. То есть, смотри, вот здесь один на один. То есть, они говорят, что вот этот блок... В этом блоке параметров меньше, чем вот в этом. Вот какой поинт. А-а-а. А-а-а. Окей, окей. Ну, плюс они еще нелинейность давают между вот этими двумя четвертками один на один. Что-то накидывает. Что-то... Я не думаю, что... Ну, как бы... Попа-пойнт в этом. В этой нелинейности и в бачнорме в том числе. Но они такой... Тоже такого, ну, как сказать, сравнения не делают. Они делают сравнение... Я даже не помню, делают ли они сравнение с этим и с этим. Сейчас давайте посмотрим. Мне так кажется, что на ротлмэке они должны терять какие-то полезные фичи. Так... Так для этого все-таки один на один... Один на один, чтобы количество каналов уменьшать и как-то сжимать подставления. Терять ненужные фичи. Самое важное. Ну, они здесь один на один, говорят, мы один на один используем, чтобы у нас, так как у нас много групп, чтобы нам как-то информацию по разным группам перемешать между собой. Сейчас я... Так, это общие таблички. Нет, смотри. Ну, то есть вот он... Волмэке режет в 4 раза количество каналов, а потом увеличивает их в 4 раза. Ну, зачем так делать? Нет, не увеличивает. Он уменьшает... А в итоге этот блок... Да. То есть как бы идея этого блока та же самая, что и просто у одной свертки один на один. Уменьшить количество каналов. Это единственная причина, вообще, свертки один на один используются. Потому что они никакой, как бы, пространственной информацией не агрегируют в себя. Они уменьшают количество каналов. Ну, слушай, если cout больше, чем cim, деленное на 4, то получается когда их вытащено, что... Нет, так он меньше всегда. Так вот на суть этого блока. Там cout и слева cout, справа cout. Вот это. Просто они аргументируют... То есть они говорят, два блока свертки один на один лучше, чем один блок. Ну, да. 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 Еще нелинейность добавляем, и теперь увеличиваем капостей. Возможно. Возможно. Нет, смотри, опять, поинт здесь такой, что... Вот они... Сейчас я покажу. То есть здесь вот такая аргументация. Так, так, так... Инстинкт, это просто using group. Извинение. Это просто из expansion. Это адрес. Извинение. Извинение. Кстати, вот про групповые конволюции непонятно, как это как-то у них устроено. Ну, то есть я что-то пропустил, видимо. Вот, сейчас, сейчас, да, смотри, получается... Вот, вот эта штука, она, мне кажется... То есть они говорят, что так как они используют групповые конволюции, вот, фичи должны между группами быть объединены. То есть это может быть сделано с помощью свертки один на один. Вот. И теперь, они не говорят, тут в секции 4.3, как раз, где мы смотрели, они предлагают более эффективный способ эти фичи объединить. Ну, да, типа, это добавляет некоторую там вычислительную комплексность, но... Ну, типа, да, все равно надо докидывать. Нет, мне вообще не понятно, как вот это все группируется. так сказать. А, нет, смотри, это стандартный же сверточный функционал по сверкам. Ну, в смысле, групповые сверки. То есть они ничего не сделали, они просто говорят, что увеличение групп в данном случае помогает. Ну, то есть, как бы, fine-grained, типа, уменьшение самих групп, увеличение их количества или, наоборот, увеличение размера? Увеличение количества при фиксированном количестве каналов. То есть мы количество каналов оставляем, а число групп увеличиваем. Здесь нет, тогда облики. Что из этого? Ага. Избыточность, похоже, не добавляет. Нет, нет, почему избыточность? Мы хотим, чтобы у нас... Сейчас, объясню, смотри, что выходит. Мы как будто, как будто вы работаем... То есть в одном случае... Сейчас, да, наверное, так нарисую. То есть если у нас без групп, у нас выход будет вот такой, и у него будет какое-то там свое одно распределение. А на групповые свертки мы можем посмотреть вот так, как будто это три свертки состаканные вместе. И у этих трех сверток будет каких-то три своих распределения. И, соответственно, они говорят, что вот в этом случае у нас экспрессивность будет лучше, потому что эта группа что-то выучила, эта группа что-то другое выучила, и эта группа что-то другое выучила. Вот так. А количество фильтров, ну, каналов остается одним и тем же. Потому что при групповых свертках у нас... Что делается? У нас, допустим, есть три канала. Вот. И при групповых свертках, если у нас какой-то фильтр есть... Каждый фильтр... Ну, типа, и на выходе три, да, получается. То каждый фильтр, он действует по отдельности один на этот, один на этот. Ну, мы выучиваем три фильтра, которые действуют как каждые по три. Ну, как каждые по отдельности на этот. А если у нас не групповые, то у нас есть одна большая матрица, которая смотрит разные три штуки, все три канала. То есть, а мы в этом случае смотрим на каналы по отдельности, как-то по отдельных обучаем. Ну, то есть, они чуть-чуть и более независимые становятся. И это вроде как докидывали-то какой-то экспрессивности на наши модели. Это не похоже на ССЕ-блоки, которые делались до этого. Типа, типа, итеншн добавляли по пространственной, по ИКИ-греку и по каналам. Ну, типа, разделяли их таким образом. Не знаю, я не смотрел чуть-чуть. Ну, не знаю, что это ССЕ-блоки. Ну, кстати, забавная идея, я понял, что я делаю. То есть, мы делаем игровые конволюции разных сверток, а потом запускаем 1 на 1 конволюцию, и, по сути, перемешиваем информацию из всех групп. Да, да, да. И вот эта, типа, история работает, да. То есть, может, это действительно похоже на какой-то там оттеншн, еще, не знаю, какой-то там, не знаю, миксеры вот эти конволюционные. Ну, вот, да. Просто так сделали, и это теперь накидывает. Ну, и чтобы это сделать эффективно, еще разбили, ну, уменьшили число каналов с единицким бутонком, чтобы 1 на 1 был эффективным. А, то есть, там вот это вот промежуточное количество фильтров, оно меньше, чем САУТ, да? Да, да, да. А, все, понятно, понятно. Вот, сейчас я еще раз вернусь на слайд. Смотри, они здесь делают промежуточное, оно в 4 раза меньше, чем СИН получается. Вот. И за счет того, что эта штука в 4 раза меньше, чем входной, у нас 1 на 1 будет, ну, быстрее считаться. Вот. Потом, соответственно, мы это перемешали уже, вот в таком латинентном состоянии, а потом снова разжали. Понял, понял, понял. Сейчас. Немножко похоже на Inception блоки, что-то там тоже, как-то там какие-то, заменялись большие ссылки несколькими, маленькими. А, смотри, в Inception они это делают. Да-да, там похожая история, но в Inception они depthwise separable делали свертки. Когда у тебя есть свертка, и у нее кернель типа 1, а потом вторая идет свертка, у нее вот такой, и здесь кернель. Ну, вот, и мы, соответственно, их стакаем, и это примерно, как, ну, как она, когда получается. Что такое? Угу. Там тоже были еще одномерные эти, ну, точнее, господи, не одномерные, а свертки один на один. Да-да-да. Да, да-да. Выходим, не вспомнили. Ну, там как-то, короче, я тоже особо, не знаю, я зрением не занимаюсь, там были какие-то такие истории прикольные. Ну, что, у тебя в основном по профилю по трансформерам или по чем-то другим? По логистической регрессии у меня по профилям. Ну, это хорошая штука. Слушай, я на днях пытался вебинарную логистическую регрессию запустить, и с трудом ну, в смысле нет, на бинарных весах вот именно сделать. Я просто развлекался, и то еще упражнение оказывается. Да. Ну, логрег это трансформер, так сказать, с одним нейроном. Да-да-да. Поксимально как бы дистиллированный трансформер. Поксимально, так сказать, экологичный. Логрег вообще ничего не придумал. Скоро к этому и придем, как бы, с красоты, что надо. Еще гауссовские процессы, потом и все, и полетели. Ну, гаусс-процесс, там, есть проблема. Там кубическое время, там, можно мазать, чтобы находиться. А, ну, и по памяти так же, да? Ну, да-да, там, огромная матрица ковыряться, нужно ее находить. Находить и обратно на матрицу, поэтому, это, несколько напряженно. И еще я вчера узнал про Дирехле процессы, где у нас бесконечное количество распределений в сети тоже. Может быть, в следующий раз расскажу про... Слушай, про Дирехле я тоже послушал. Вот это интересное тоже тема. У меня сейчас вот, я не знаю, мне больше все равно такие базовые вещи интересуют. И вот эта тема с оверпераметризацией заинтересовала во всех наших сетях. Потому что она, так или иначе, мне кажется, где-то всплывет очень скоро. Ну, она уже начинает всплывать, и народ начинает, мне кажется, понимать. Еще, кстати, была интуиция. Недавно обсуждали с ребятами про избыточные модели. Интуиция такого рода, что у нас, если в модели много ИСов, то у нас намного... То там сразу содержится несколько минимумов. Вот. И, соответственно, если у нас там находится очень много минимумов, то у нас задача оптимизации решается очень хорошо. И, как бы, СГД, когда там делает свой exploration, он очень быстро находит минимум в большой сетке. Потому что, ну, в принципе, их там много. И есть тоже такое наблюдение, что всякие квантизованные и венериализованные сетки обучаются дико долго. Ну, видимо, потому что там этих минимумов меньше. Не знаю. Это просто вот такое-то отвлечение. Хорошая идея, кстати. Хорошее замечание. Венериализованные и венериализованные. А там, блин, как бы у тебя точность. Как-то, я не знаю. Да как-то, не знаю. Я вот посмотрю на организованные сетки, какая-то такая очень... очень такая... максимация вот как раз какого-то там РН-пространства. И получается, что... не знаю. Короче, ладно. А, чё, чё, чё. Я буду работать на своем уровне. А, чё, чё, чё. Не, ну просто, наверное, как мне интересно, прошло бы пространство или где есть это. Ну, тут же в наших сетках на IP32 ищем какой-то оптимальный, ну, грубо говоря, какой-то оптимальный вектор из участных чисел. Угу. Тут мы их максимируем. Это вот из РН мы переходим к Z2N, по сути. и у нас очень сильно огрубляются расстояния между отдельными точками. Угу. И получается очень сложно найти найти минимум, да, то есть, может быть, у нас какая-то, не знаю, там, не знаю, могут быть две точки, да, в значках РН-пространства. Одна из них очень плохая, очень плохая по качеству, наоборот, там внизу влащине лежит очень хорошее, а мы, когда переходим, когда мы округляем, как раз-то все, когда мы там до целых чисел округляем, то эти точки, они, как бы, теряются, мы не сможем, мы не можем их, значит... В смысле, они интерполируются, усредняются? Да, да, как бы, да. Если они очень близко находятся? Ну, да, по сути, да, мы, как бы, от каких-то, пространства переходим к сетке. Ну, к дискретному, да. И вот все эти тонкости маленькие мы заменяем, значит, с отдельными точками. И, может быть, такое, что вот два таких решения, одно оптимальное, другое очень оптимальное, в итоге, при округлении превратится в одну точку. Вот. Какие дела? Ну, да, я тебя понял. Да, я тебя понял. Понял. Понял мысль. Ну, на самом деле, с этой статьей все. То есть, у них здесь есть анализ по памяти, по всему. Ну, вот основные две два пойнта, то, что они вот, ну, придумали, не придумали, за эксплойте, на самом, идею из другой статьи, как можно этих экспертов выбирать. датировали это по двенадцатой сетке, и вот это наблюдение с групповыми свертками, что если можно их вот так увеличить в группы и перемешать один на один, то это дакидывает, это тоже улучшает. Вот. В остальном, тут у этих ребят надо смотреть код, потому что они еще упоминают очень много всяких мелких трюков, которые они использовали. Можно эту картину? А, давай. это про группы вот это G0, G1, G2, G3. Да, 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 это количество. Мне просто, ну, просто сейчас, как бы по отдельности мы проговорили, вроде все понятно, а вот как бы это все вместе собрать, все в единое представление, а пока еще сложновато. Слушай, тут, ну, честно, мне кажется, ничего сложного нет, просто код посмотреть у них и все, мне кажется, все на место станет. там… Ну, я понимаю, что смотреть код это временезатратные истории, если это не твой профиль, то это не особо приятная вещь. Хочется быстрее так понять, потом понять, запомнить, переварить. просто может быть тимой, но… вопрос, сможем ли мы на практике это применить, какой эффект мы с этого можем получить, если у нас нет поддержки со стороны архитектуры, ну, в смысле железок. ну, никакой пока что. Ну, Это уже такая академическая работа. что это за… мне кажется, это неправильное точка зрения на статье, ожидать какого-то выхлопа прикладного. Слушай, мы в R&D этим занимаемся, что-то пытаемся какие-то научные изыскания в продакшен протолкнуть, чтобы увеличить там, не знаю, качество. Ну, вот… Ага. Ну, не все, как бы, научные работы можно прямо вот сейчас взять и приложить. Смотри, я так скажу, допустим, с этой статьей можно сделать, ну, какая отсюда польза. можно веса не бинаризовать, как они здесь сделали, поставить все как есть, взять флотовые веса, просто уменьшить количество каналов в каждом эксперте. То есть, типа, давайте мы обучим тот же самый мажинет, все сделаем так же, как эти ребята сделали. Сейчас… Пам-пам-пам. Нет, что-то, у нас картинка. Да, типа, пусть у нас будут те же самые эксперты, только в каждом эксперте. давайте сделаем, ну, меньше параметров, чем в оригинальном, там, резнете или в других моделях. Вот. И, кажется, эта штука также будет работать, и будет работать быстрее даже на репул, потому что у нас даже в флотах и инферент ускориться. И это можно, мне кажется, использовать. Все легко. А как быть с максой сигнал? Не-не-не, а он здесь не нужен. Я про то, что смотри, мы вот эту идею можем спокойно перетащить на FP32 модели. Она же рабочая. То есть, нам не нужно здесь даже резервировать, чтобы ускорить таким образом инферент на моделях. По сути, мы вот этот, каждый блок вот здесь обучили его 30-разрядный. Просто изначально в каком-нибудь резнете он большой этот блок. Давайте просто его сделаем поменьше. Изначально. Ну, то есть, смотри, у нас есть какой-то резнет. Ну, условно говоря, все блоки по 64. Мы говорим, давайте мы возьмем резнет и не будем веса бинаризировать. А мы просто количество фильтров уменьшим и возьмем по 16 16 фильтров в каждом блоке. Но, из-за того мы взяли 16 фильтров в каждом блоке, но мы выучили также вот каких-то экспертов. Чтобы суммарно у нас все равно было 64. И, таким образом, мы inference ускорим, не знаю, ну, может, раза в два, в три. Надо там проводить. Понял, да? То есть, прощаю. Ну, да, да. Я говорю, что надо попробовать. Иначе смысл, если против обычной кванатизации это плохо сработает, то теряется всякий смысл. Ну, то есть, сейчас действительно не заиспользуем это, потому что мы не можем бинаризировать, но работа нам что показывает? Нам показывает, что мы можем взять более простые веса, выучить каких-то экспертов с более простыми весами, ну, или с большим, с меньшим количеством весов, и оно, в принципе, тоже неплохо работает. То есть, мне кажется, даже для ускорения FP32 модели эта идея вполне себе рабочая. Вот. Суш, ладно, тогда я тебе, наверное, передаю микрофон. Да, давай. все-таки для объема с достатью. Так, 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 а, патчинь.